День, Украина, 7 фейков о Гетмане и Ване Мазепе Сергей Павленько День, Украина, 20 марта 2019 года Термин фейк получил активное распространение относительно недавно, но он как нельзя лучше применим к имперской практике подачи представлений общественности известного украинского деятеля Фейк номер один Верно подданный правитель в российской историографии распространено мнение, будто Гетман и точка Мазепа был всю жизнь преданным царю, а прозрел только в конце своего правления под давлением обстоятельств В действительности Гетман повиновался правителю Московии, но в то же время имел тайные связи с Крымом, Польшей еще в 1690-х годах Я уже искал приязни ханской, и был ей привержен бывший хан Казингирей, говорил Гетман среди приближенных, но он отставлен А нынешний хан сначала приятно ко мне на мои письма отписывал, а теперь, когда я посылал в Крым своего посланника, он переменился И к паше селестрийскому немало посылали, но не получаю никакой надежды Более красноречиво об оппозиционности Гетман и свидетельствует его дума, написанная в 1698 году, где он призывает украинцев к восстанию Возьмитесь все за руки, не допустите горькой муки матки своей больше терпеть Нути врагов, нути бить Самопалы набивайте, острые сабли добывайте, а за веру хоть умрите, но вольности сохраните Пусть вечная будет слава Фейк номер два Позвал Карлахиев в Украину Петр и его воспеватели обвиняли точкам Азепу в том, что он пригласил Карлахиев в Гетманщину В действительности шведская армия повернула в Украину из-за того, что по приказу царя все населенные пункты на ее пути сжигались 17 сентября 1708 года перебежчик Неман свидетельствовал, что голодные подразделения шли все по местам горелым Адъютант Петра и Федор Бартинев докладывал Александру Меншикову о том, как войска российского генерала инфлянта деревни и мельницы кругом неприятеля все полили По шведским оценкам, на пути Смоленск-Москва истреблялось все на пространстве 10-12 миль Результатом этих действий, а также голода стало быстрое распространение на Беларуси чумы, которая забрала жизни около 34 тысяч человек Не случайно в Могилеве шведов встречали как освободителей, милостивые Господа, спасите нас от москалей, потому что они нас до живого доели 11 сентября 1708 года около села старейший Карл Хи, который обычно не советовался с ближайшим окружением, удивил починенных вопросом, куда идти В своих воспоминаниях генерал-квартирмейстер Аксель Геленкрак написал, как он делился мыслями по этому поводу с главным королевским министром графом К.Пипером Выслушав меня, он, Пипер, А.В.Т., сказал, король не вернется за Днепр Он признает это посрамлением, и скорее на все осмелится Если же король решит идти в Северский край, то я думаю, что русские не осмелятся палить все, и что казаки перейдут к нам Я отвечал, не могу этого не знать, не утверждать, а только предполагаю, что казаки не допустят сжечь свой край, если мы пойдем туда Как сообщал позже И.Нордберг, победила точка зрения советников, которые убеждали идти в Гетманщину, руководствуясь такими мотивами 1. В Украине к королю примкнут 20 тысяч казаков, которые будут готовы воевать, чтобы сбросить с себя российское иго 2. Их можно удачно использовать, потому что они знают все дороги и тропинки 3. Казаки на своих легких лошадях могут вести военную акцию в российском Заполье и тем самым ликвидировать дальнейшие пожары 4. Во время битвы они могут атаковать врага сзади 5. Украина очень урожайная и богатая страна Фейк номер 3 Взятка на гетманство в 18-х веках была распространена дезинформацией о том, что И.Мазепа взял взаймы и у генерального обозного В.Дунина Барковского 10 тысяч рублей, чтобы эти деньги отдать фавориту царевны Софии В.Галлицину для обеспечения победы на выборах 5. Распространители этой сплетни не дружили с логикой Если бы старшина имел такие сногсшибательные деньги в походе, то почему же он сам не вручил взятку московскому правителю Потому что был скуп Так стал бы гетманом же В действительности ход коломакских выборов хорошо описал их свидетель генерал Патрик Гордон Как раз он засвидетельствовал, что претендентов на булаву было двое И.Мазепа и В.Дунин Барковский Большинству голосов казаки отдали за первого В.Галлицин действительно сделал перед выборами намек избирателям, что хотел бы видеть на этом посту Мазепу Дело в том, что московский глава-дипломат хорошо знал латынь, имел большую библиотеку А потому у него еще раньше создалось хорошее впечатление о генеральном И.Мазепа, который еще больше него знал иностранных языков Хорошо ориентировался в литературе, политических делах Фейк номер 4 Коррупционер номер один И.Мазепа был коррупционером номер один в Москве Потому что прибегал очень часто к практике взяток В действительности Гетман был правителем Гетманщины А потому ежегодно получал определенные драгоценные подарки из Москвы от царя и его приближенных как лидер автономии Кроме того, он и старшины вознаграждались за участие в военных походах В свою очередь обладатель булавы с дипломатической почтой направлял в Москву к столу власть придержащих забитую дичь, пойманную деликатесную рыбу и тому подобное Это была церемониальная практика в те времена, признак хорошего тона Все члены украинских делегаций в Москву получали пропорционально должности и вознаграждения, обеспечения вином и едой С подарками до разного уровня глав ехали послы в Крым, Стамбул Одиночные факты подслащивания все же были В.Голицин, который держал под контролем поиск сокровищ низвергнутого Гетмана и.Самойловича Согласно Каламакской Раде, их нужно было разделить поровну между Батуриным и Москвой Для послабления контроля получил в 1688 году достаточно большое вознаграждение в форме драгоценностей Однако задобривание кремлевского деятеля было в интересах Гетманщины, поскольку она таким способом смогла скрыть от вывоза в Москву значительный финансовый ресурс Фейк номер 5 Советник и друг царя притянуты за уши крепкая дружба между Петром и точкой Мазепой В 1689 году представление Гетмана как важнейшего советника, военного консультанта царя Между тем есть факты, которые несколько не вписываются в эту схему Большинство специалистов по истории времен Петра и не назовут Мазепу советником монарха в 1689-1696 годах Юный царь в первые годы своего правления после регенства Софии был далек от политики, а тем более Гетманщины Какую европейскую Россию он строил? Его увлекали взрывные устройства, потешные полки, строительство кораблей, пьянство с друзьями Формально Гетман обращался с письмами, просьбами к царям, но фактически все вопросы утрясали от их имени влиятельные царские правительственные родственники чиновники или их уполномоченные Это была такая практика, например, думский дьяк Емельян Игнатьевич украинцев в посольском приказе контролировал все украинские дела и имел право подписываться вместо царей В то же время в окружении Петра и было много иностранцев, и именно они давали ему уроки военного искусства и тому подобное Поэтому клеить какое-то советничество за несколько сотен километров, притягивать, как говорится, факты за уши Во второй раз Мазепа встретился с царем только в 1696 году в Острогожске, после взятия Азова Третья встреча Гетмана с Петром и состоялась через три года в Воронеже Понятное дело, тогда контакты между правителем Гетманщины и царем действительно оживились Но не нужно преувеличивать в этой связи влияние Мазепы на монарха Хотя, как показывают документы, Гетман действительно был профессиональным консультантом ведущих российских правительственных чиновников по вопросам взаимодействия с Крымом, Польшей, Молдовой Реально между царем и Гетманом с 1689 года по 1696 год, да и позже, никакой дружбы не было Это, скорее, были деловые отношения Сюзерена и Вассала Фейк номер 6 Народ ненавидел обладателя булавы В российской историографии утверждается, что украинский народ ненавидел Гетмана Какие тому доказательства? Их нет Народных восстаний, беспорядков, протестов против политики Гетмана не было Современник Мазепы Араз Матвиновский в своей хронике писал, что обладатель булавы у всего народа Был в уважительной любви и набожном уважении За 22 года его правление в Гетманщине построено свыше 200 соборов, церквей, что очень было важно для православных украинцев Священник Мазепенец Рогачевский, сосланный на Соловке, говорил Наш Мазепа святой в небе будет, а ваш царь в небе не будет Все сведения о недовольных историки подчерпнули из писем Гетмана царю и его приближенным В действительности.Мазепа таким способом хитрил Пытался вернуть домой свои полки, которые согласно приказам российского командования были выведены из Украины Приближался решающий момент отступления от царя А потому Гетман сгущал краски относительно описания действий преступных элементов, мятежников Для сдерживания последних и должны были бы вернуть казаков в регионы их базирования Фейк номер 7 Думал только о себе Мазепу обвиняют, что он действовал не в интересах Украины, а только для себя Сохранение собственной власти По этому поводу Гетман искренне сознавался 17 сентября в 1707 году Пилипу Орлику Всевышнего взываю в свидетелей и клянусь, что я не для частной своей пользы Не для высших почестей, не для своего обогащения или для каких-либо других прихотей А только для всех, кто находится под моей властью и правлением находится Для женщин и детей ваших Ради общей добра матери моей бедной Украины Для пользы запорожского войска и всего народа украинского Для расширения прав и военных вольностей Хочу с помощью Божьей так поступать Чтобы вы с женщинами и детьми нашими и отечество с войском запорожским не погибли как от московской, так и от шведской стороны Когда бы я ради своих частных прихотей так дерзал делать, то пусть покарает мою душу и тело Бог Очевидец Нортберг зафиксировал такие слова Амазепы во время его речи перед Карлом XII и Запорожцами Бог мне свидетель, что, отдаваясь в руки шведского короля, я сделал это не по легкомыслию и недвижимой мотивам своих личных интересов для себя, а из-за безграничной любви к родине Будучи очень старым, не имея ни жены, ни детей, я мог бы отправиться в Польшу или куда угодно и спокойно провести там остаток дней своих Но, управляя столько времени Украиной с заботой и верностью, насколько было у меня способностей, я по долгу чести и сердечной любви не могу, сложа руки, отдать этот край во власть неправедного угнетателя Это далеко не все неправдивые сведения о Гетмане Но, думаю, читатель ухватит их, чтобы самостоятельно сделать вывод, кто и зачем изготовлял фейки Амазепи Материалы на СМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции на СМИ Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...